Добрый вечер! Вот уже шесть недель подряд мы желаем вам доброго вечера! Как чудно, что у нас есть такая возможность! Телевидение сотворено по вашему образу и подобию! Это вот сказал Петр Шулькин! Как замечательно! Елизавета Александровна подметила, что Шулькин сказал именно по образу! Подметьте, что мы начинаем! Подмечаю, мы начинаем! Проект в образе – это битва между парикмахерами и визажистами за звание «Быть лучшим». В прошлой программе мы показали первую полуфинальную битву, в ней сражалась команда под номером 2 и команда под номером 8. Участники создавали образы в стиле футуризм. Теперь на выполнение образа парикмахерам и визажистам выдается неделя, так что командам было достаточно времени приготовиться к встрече с жюри. Сегодня все любители сражений на фенах и ножницах будут сопереживать нашим вторым полуфиналистам, а это команда под номером 6 и команда под номером 7. А я буду сопереживать вам! Чего, Альза Цианов, вдруг? Вам же сейчас такой ответственный текст говорить! Секунду, ух ты, а точно! Готоваюсь! Знакомьтесь, уважаемые телезрители, жюри нашего проекта. Все, я вроде бы справился, да? Да, мой зайка, молодец! Зайка, чего вдруг зайка? Ну, он пушистый! Спасибо, так неожиданно. Не он! Знакомьтесь! Ничто не может быть красивее в своей точке зрения. Инна Мушинская. Визажист, двукратный чемпион мира по макияжу 2010-2011 годов. Сертифицированный и действующий судья мировых соревнований. Тренер и преподаватель сборной Молдовы и Приднестровья по макияжу. Директор авторской школы макияжа. Трудно быть умным и искренним в одно время. Особенно, если дело касается чувств. Светлана Вайнштейн. Парикмахер, многократный призер и обладатель гран-при конкурса «Гармония красоты». Призер конкурсов Республики Молдова. Многократный победитель конкурса «Колор Тайм Украина». Победитель конкурса в рамках открытого чемпионата Украины. Всегда надменно красота. Да, но жестокость некрасива. Марина Петрусенко. Президент Ассоциации врачебной и эстетической косметологии. Специалист в индустрии красоты и СПА. Директор Беларгрупп. Быть естественной – очень трудная поза. Долго не выдержишь. Гости нашего телепроекта. Актриса Приднестровского государственного театра драмы и комедии имени Аранецкой. Преподаватель факультета искусств и архитектуры ПГУ. Обладатель премии за лучшую женскую роль фестиваля «Галла премия Лор» 2012. Для того, чтобы проголосовать за понравившуюся пару участников, необходимо отправить СМС на короткий номер 123 с текстом «Образ латинскими буквами» и номером команды. Преподаватель фестиваля «Галла премия Лор» Эх, уважаемые участники, таких как вы в 18 веке называли куаферы. А таких как вы, Артем Николаевич, святая инквизиция. Куаферы, чтобы вы знали, это высоко квалифицированные специалисты. А, ну что ж, специалисты, готовы ли вы отобразить все вкусы аристократов? Да. Ну что ж, Визатсанна, по рукукошной традиции, прошу вас. Ни геля, ни помады. Эх, и девочки, мальчики. Не снято! Здравствуйте, дорогие друзья, рады вас видеть. Прошло время с первого выпуска. Именно вы открывали проект «Образи». Как теперь себя чувствуете, расскажите? Ну, теперь посвободнее, конечно, чем в первый раз. Но все равно страшно. Уверенность появилась какая-то? Ну, да, прибавилось немного. Что читали, что учили, что смотрели? Перебрали почти весь интернет. Все, что касаемо нашего стиля, нашего задания. Вам, кажется, легко в этом стиле работать? Ну, вполне легко, тем более, что нам разрешили стилизацию в 21 веке, поэтому можно добавить что-то свое, взять что-то из стиля. Рококо. Поэтому довольно-таки просто. Жест, основное главное, будут глаза, фарфоровая кожа, ну и мушка. Мушка где будет? На щеке, либо на краю? Секрет, потому что в 18 веке был, можно сказать, язык мушек. А куда нужно поставить мушку, чтобы объяснить девушке, что она мне нравится? Над губой. Можно мне одну мушку наводить? Так она даже для бровей не рисует. Теперь есть и у меня мушка, и я буду привлекать в силу внимания всех женщин. Вашему вниманию парикмахер команды под номером 7, Татьяна. Здравствуйте. Стиль рококо у нас сегодня. Что послужило идеей для вашего образа? Ну, во-первых, мы просматривали очень много разных коллекций, просматривали работы, которые делались ранее стилизованные, потому что нам был интересен не просто образ рококо, как стиль, а нам было интересно, как это будет смотреться именно сегодня в наши дни. Танечка, я знаю из первой вашей битвы, что когда вам задали вопрос, с каким стилем сложнее всего бороться, вы сказали с рококо. Как вы себя чувствуете? Все ли вы успеваете? Всем ли вы довольны? Вы бы видели мое лицо, как я радовалась, когда этот стиль мне просто выпал. На самом деле, восторгу не было предела. В стиле нет ничего сложного, просто он очень тщательный. Но вы уверены в себе? Абсолютно. На сто процентов. А ну вот еще раз мне. На сто процентов. Вот так, супер. Белое лицо у модели, но вот мне на мысли, где же визажист? А визажист тут у нас в клане бледнолицых, непонятно, что происходит. Какие там мужчины. Вы можете объяснить, что за форс-мажор? Форс-мажор заключается в том, что в 18 веке, собственно говоря, когда и зародился стиль рококо, были очень в моде бледные лица. И даже меня очень заинтриговал тот факт, что для того, чтобы подчеркнуть свою аристократичность, даже носили днем масочки, которые держались зубками за такую пуговку, дабы лицо не касалось солнца. Замечательно. С интернетом смотрю ваши команды на сто процентов. Какую функцию будут выполнять эти бледнолицые мужчины, я так поняла? Функция. Сохраним интригу. Ага, вы еще и интригант. Понимаешь, как он. Ну посмотрим, как уже у нас вся эта интрига разовьется, потому что битва будет сложная. Впереди финал, ребята. Все борются. Ну, серьезно, я не знаю. Елизавета Александровна, вы говорят, что если за работу отвечают больше, чем один человек, то потом очень трудно найти их виноват. Ой, Артем Николаевич, ничего не трудно. Чего? Наши жюри во всем разберется. Ой, профессионально. Тем более времени осталось мало, один час. Я вот с вами совершаю другую вопрос. У вас очень роскошный парфюм. О, это рококо-кушеный. Что? Улица Клара Цеткин, 14-2. Телефон 3-7-2-48-48. Винтаж. Клуб для каждого, но не для всех. Самые лучшие свадьбы. Свадебный центр «Профарт». Артем Николаевич, слышите, где-то ребеночек плачет. Нет, чего это ему плакать? Наверное, у него слюнявчик отобрал кто-то. О, это я вас и видел, но у меня слюньки потекли. Все мужчины одинаковые при виде женщины, которые они восхищаются. Бернард Шоу. Ну, а теперь мы будем восхищаться нашим шоу. На подиуме команда под номером 7. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сохранили силуэты того времени, но попытались стилизовать это на наши дни так, чтобы это было современно, интересно, стильно, но при этом сохранили все тренды того времени, которые были модны тогда и актуальны. Хочется сказать о том, что стиль рококо сам по себе считался очень театральным и стилизованным. Даже в то время в старину говорилось о том, что люди избегают реальности, очень сильно выбеливались лица, очень активные румяна. Даже есть высказывание знаменитого Казановы, который говорил о том, что людям не нужны естественные румяна, румяна должны подчеркивать страсть человеческой натуры. Рококо в переводе означает раковина, ракушка. Так вот, свою прическу, форму и силуэт прически я взяла из того времени. Но текстура, которая современна сегодня, это локоны, такая несколько запутанность, небрежность, но в то же время сохраненная форма попыталась совместить рококо вместе с современными трендами в прическе. Может показаться немного странным, что я решила в этом образе высветлить брови. Для меня оказалась интересной находкой тот факт, что модным в то время считался очень высокий лоб. Для этого некоторые дамы даже выбривали брови и выбривали верхнюю часть лба для того, чтобы увеличить лоб, чтобы он был высокий. Но мы решили нашу модель особой экзекуциям не подвергать, поэтому сделала акцент на глаза. В этом случае вывела смог я из-под брови того, чтобы глаз был более выразительным. Дамы того времени, они не стеснялись носить огромные корабли, башни, корзины с цветами. Им требовалась дополнительная помощь слуг, пажей. В своем номере мы хотели подчеркнуть, что девушка слаба, что ей нужна помощь, какие-то знаки внимания от молодых людей. Скажите, пожалуйста, а чем вы руководствовались в выборе этой цветовой гаммы? На самом деле эти цвета, они передают яркость, актуальность того времени, и эти цвета очень актуальны в наше время. А скажите, пожалуйста, что для вас понятие современный стилист и какими качествами он должен обладать? Прежде всего он должен любить свою работу, он должен разбираться в трендах и тенденциях, он должен обязательно повышать свой уровень, но и самое главное, на мой взгляд, он должен уметь чувствовать людей и чувствовать стиль. А скажите, пожалуйста, девочки, вот вы очень позитивно настроены, уверены в себе, стремитесь к победе, это очень похвально, а вы умеете с достоинством принять поражение? Я считаю, что, думаю, что со мной ко мне присоединяться, что то, что мы оказались в этом проекте, это уже большая-большая победа. Из отцена такая очень, да, получилась рококошная защита. Без меча и щита. Великолепная рифма. Ну, а теперь свою защиту начинает команда под номером 6. И вы защищайтесь! Великолепная рифма. Великолепная рифма. Здравствуйте, уважаемые жюри. Как уже всем известно, мы представляем стиль рококо, стилизованный в 21 веке. Перед тем, как описать наш образ, мы предоставили вам маленькую сценку, в которой мы вам показали будни прелестной молодой барышни 18 века. Наш проект стоит свеч, поэтому мы их побережем. Век рококо более интимный, капризный и роскошный. В те времена люди относились к вещам, к причёскам, к произведению искусства. В нашем костюме мы взяли элементы костюма 18 века. Это жёсткий корсет, это банты, чулки, кружева, ажур. Что касается лица. В те времена выбеливали лицо мужчины и женщины. Акцент делали они на губах, ярко выражали глаза. В том веке вышли в моду мушки. Так назывался был язык мушек у женщин. С помощью мушек они могли соблазнять, подавали тайные знаки мужскому полу. 18 век был веком расцвета, женских причесок и париков. Никогда разнообразие моды не было настолько велико, как в 18 веке. Рококо в переводе означает раковина. Что я и хотел показать в прическе, сделав на затылке раковины. Я решил взять перья и подсвечник, потому что в то время это был единственный источник света. А в наше время это такое создание интимной обстановки. То есть мы хотели показать хоккетливость нашей модели. Что нового вы узнали для себя об этом стиле в процессе подготовки? Что люди не скрывали своих чувств, а наоборот их показывали. Что касаемо работы, мне очень понравилось работать в этом стиле, потому что, как оказалось, в нем можно творить. Потому что в Рококо были прически от самых больших до абсолютно гладких. Поэтому можно было воплощать все свои идеи. Скажите, пожалуйста, на сколько этапов делится стиль Рококо? В течение какого времени он был моден и на сколько этапов он делится? Ну, стиль Рококо был моден в 18 век, то есть это получается в течение 100 лет. Делился он на 5 этапов. Это было связано с победами в морском флоте, откуда у них и брались фрегаты в прическах, потому что Франция победила над Англией. В России фрегаты, их, конечно, переманили в российскую моду, но это тоже было продолжением политики Петра, потому что он начал кораблестроение в России. Скажите, пожалуйста, у вас в задании образ должен был быть трансформация Рококо в 21 век. То есть что из 21 века в вашей модели? Сейчас тоже в моде корсеты, жесткие корсеты. Мы, конечно, выделили бедра, панье, но мы сделали их поменьше, более, скажем так, в носибельном варианте, что в наше время, в 21 веке, можно встретить и на подиуме, и на какой-то тематической вечеринке. Что касается макияжа, сейчас все приветствуют акцент на губах красная помада, глаза яркие, смоки, сейчас все это любят. Выделять брови. А что значит свечи на плечах модели? Изюминка, да, изначально мы подстраивались под идею свечи. В вашем образе у модели открыты ноги. Что вы этим хотели сказать? Мы хотели этим сказать, что в 18 веке у женщин также появился, можно сказать, как и насчет мушки, язык чулков. Им очень нравилось поднимать ножки, как будто они поправляют чулочки. Этим они подавали мужчинам знаки, да, что они готовы к любви, к романтике. А здесь у вас, по-моему, поднимать нечего. Тут уже явная открытость, да? А у меня вот еще вопрос к Александру. Вот видно, Александр и чувствуется, что он волнуется. А я хочу спросить, вам волнение ваше помешало сегодня в работе? Или вы с ним справились? В работе мне волнение не помешало, потому что я знал, что я буду делать, и я делал это уверенно. Но вот сейчас в защите, да, оно мне мешает. Редцанна, можно узнать, как вас вообще воспитывали? Классик, Артем Николаевич, кнутом и пряником. Нет, то, что пряником, это видно. А кнутом сейчас вы получите. Спокойненько. Кнутом не я получу, а наши участники, потому что жюри начинает свою работу. Вторая битва полуфинала позади. Сегодня были такие же страсти неоднозначные, как и сам стиль рококо. Вы интересно выразили данный стиль, причем каждый по-своему передал его. Вы продумали каждую деталь прически, наряда, безумно интересное дефиле было. Просто вот у каждой свое, не знаю, мне было очень сложно. Сложилось впечатление, что вы работали в данном стиле уже не первый раз, хотя тема очень сложная. Во-первых, хочу сказать большое спасибо командам за то, что вы сделали сегодня. Это на самом деле титанический труд. И видно, что в ваши образы вы вложили душу, умелые руки, сердца и огромное старание. Это огромный плюс. И еще хочу сказать спасибо за ту презентацию образа, которую сделала и одна, и вторая команда. Презентации были игровые, очень яркие, интересные. В общем-то, мне кажется, что мы побывали в каком-то интересном фильме историческом, с современными элементами или на каком-то театральном спектакле. Мне хочется сказать, что мы с вами уже в двух шагах от финала. И меня очень радует, что составы ваших команд с каждой презентацией все более расширяются. И ваш полет фантазии просто безграничен. И сегодняшнее шоу было просто шикарным. Что у вашей команды номер 7, что у команды номер 6. Просто браво. Огромное удовольствие, даже не к чему придраться. Я, как всегда, подвожу, наверное, общий итог. Уважаемые команды, большое вам спасибо за работы. Действительно, работы были шикарные. Я вообще не представляю, что же мы будем смотреть в финале на самом деле. Но я хочу сказать, что в жизни, как ни работай, всегда найдется тот, кто выполнит работу лучше. В команде номер 6, лично, на мой взгляд, не хватило трансформации 21 века. Я не увидела его. Команда номер 7, просто супер. Представление, когда проходила, шли просто мурашки по коже. Спасибо огромное. Итак, уважаемые команды, сейчас мы узнаем итог и узнаем, кто проходит финал нашего проекта. Итак, команда номер 7. Вам был задан вопрос о том, способны ли вы с достоинством принять поражение. На что последовал ответ, в котором было очень много обозначено побед, побед над собой, побед в силе духа и так далее. И ни слова не было сказано, таки о поражении, о его принятии. Мурашки это, конечно, очень хорошо, но у нас еще есть таблица баллов, против которых не попрешь. Итак, команда номер 6. Сегодня вы принимали участие во второй битве полуфинала, благодаря поддержке ваших близких, благодаря смс-голосованию, благодаря, наверное, в первую очередь, все-таки вашему таланту. Хочется сказать, что вы не подвели ни себя, ни своих друзей. У вас была шикарная работа. Четыре команды финалиста, восемь мастеров своего дела. Одно феерическое шоу красоты и таланта. Кто станет лучшим, решит финал телепроекта в образе. Жюри – шесть заслуженных профессионалов в области красоты и искусства. Зрителем можешь стать ты. Съемка финальной битвы барикмахеров и визажистов состоится в Биндерском клубе «Кватер» 28 апреля в 18.00. Заказ билетов по телефону 037-253-53. Количество мест ограничено. Специально для тех, кто не успеет вовремя заказать билет, завершающий выпуск телепроекта в образе покажет первый Приднестровский в пятницу 3 мая. Не пропустите! Наращивание ногтей, макияж, татуаж. Все виды парикмахерских услуг. Для женщин. И для мужчин. Новейшие технологии и самые качественные продукты. Салон Инны Мушинской. Наши квалифицированные мастера всегда готовы к работе над вашим образом. Все виды парикмахерских услуг и маникюра. Услуги косметолога, солярий, визаж, татуаж и массаж. Мы подчеркнем красоту каждой клеточки вашего тела. Неоднократный победитель международных конкурсов. Абсолютный чемпион Молдовы по моделированию ногтей 2013 года. Все это френч-кафе. Профессиональное обучение и качественное оказание услуг по маникюру и педикюру. Лучший френч только в френч-кафе. Авторская школа макияжа Инна Мушинской. Сертифицированная европейская программа обучения. Три семерки 65840. У вас была шикарная работа, но команда номер 7 побеждает в этой битве. Ребята, поздравляю, вы выиграли этот полуфинал, вы прошли в финал. Ваши ощущения? Просто восторг, эмоции. Мы сделали все, что мы могли. Катюша, ну как, ты тут накрасила молодых людей, модель, все выполнили все нужные функции, победили. Как ты себя чувствуешь? Вау, просто. Эйфория, друзья, здесь просто эйфория. Поздравляю, ребят, поздравляю. Спасибо. Молодцы. Друзья мои, вы сегодня заняли второе место, не первое. Как ощущения? Расстроились немного, но... В чем-то не дотянули. Саша, мы ждем вашей работы на финале с нетерпением. Вам удачи, вы молодцы. Вас поддерживают и город, и мы. Вы были молодцы. Спасибо большое. Как-то хочется сегодня красиво и поэтично закончить нашу программу. А пожалуйста. А пожалуйста. Ты не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг. Прощай. Я вас цитировала песню группы ДДТ Елизавета Александровна. Которую мне подсунули в текст Артем Николаевич. До свидания. Сейчас допоешься. Сейчас. Все. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok